Ганс Христиан Андерсон Оли Лукои Никто на свете не знает столько сказок, сколько знает их Оли Лукои. Вот мастер рассказывать. Вечером, когда дети спокойно сидят за столом или на скамеечках, является Оли Лукои. В одних чулках он неслышно поднимается по лестнице, потом осторожно приотворяет дверь и брызжет детям в глаза сладким молоком. В руках у него маленькая спринцовка, которая выбрасывает молоко тоненькой струйкой. Тогда веки у всех начинают вслепаться, и дети уж не могут разглядеть Оли, а он подкрадывается к ним сзади и начинает легонько дуть им в затылок. Подует, и детские головки поникнут. Но это не больно. Оли Лукои ведь ничего плохого не замышляет. Он хочет только, чтобы дети угомонились, а утихомириться они не раньше, чем уложишь их в постель. И как только они затихнут, он начинает рассказывать им сказки. Но вот дети заснули, и Оли Лукои присаживается на край кроватки. Одет он прелестно в шелковый кафтан. Только нельзя сказать, какого цвета этот кафтан. Он отливает то синим, то зеленым, то красным, смотря куда повернется Оли. Под мышкой он держит два зонтика. Один зонтик тот, что с картинками. Оли раскрывает его над хорошими детьми. И им тогда всю ночь снятся увлекательные сказки. Другой зонтик, совсем простой, гладкий. И Оли раскрывает его над нехорошими детьми. Но они и спят, как чурбаны, всю ночь. А утром оказывается, что они ровно ничего не видели во сне. Вот и послушаем, как Оли Лукои целую неделю навещал одного маленького мальчика Ельмара. И каждый вечер рассказывал ему сказки. Целых семь сказок рассказал. В неделю ведь семь дней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова